Снова всем привет, друзья! Последний день в Лас-Пальмас. Сегодня у нас суббота, 28 октября 2023 года. И я уезжаю, улетаю сегодня обратно в Лондон. Дорога моя не такая уж и длинная, но достаточно длинная. Самолёт летит около четырёх часов. Из Лас-Пальмас-Гран-Канария до Лондона. Сейчас я вам вкратце то, что смогу, то покажу, как я ехала, как я добиралась. И как меня встретила Англия. Ну вот, во-первых, до аэропорта я ехала на обычном автобусе, автобус номер 60. Но там ездят и очень много других автобусов. Здесь недалеко совершенно. Стоимость проезда стоит 2,50 евро. Автобус едет быстро. Дороги у них здесь шикарные. Видите, автобус даже он похож, как обычный рейсовый автобус, да, городской. Автобус идет порядка 30 минут. Очень всё удобно. Он идет через старый город. Я немножко вам покажу, если смогу, в окно. Ну, так, что еще я могу сказать? Можно также, конечно, заказать такси. Доехать на такси прекрасно. Ну, вы знаете, автобусная остановка, как выяснилось, была просто рядом с подъездом того дома, где я живу. И мне было, наверное, очень удобно, даже более удобно использовать автобус. Тем более, что у меня практически вещей таких тяжелых особенно нет. Попыталась вам из окон показать. С одной стороны океан, видите, справа океан, слева гора. И вот эта вот транса здесь идет. Скоку набережная для спортсменов. Ну, и здесь акватория. Всегда много стоит на приколе кораблей. А это, по-моему, даже еще и вышки нефтяные, если я правильно понимаю. Вот там, видите, в воде обвиняется. А вот здесь, сбоку, вдоль трассы, видите, это велосипедная красная дорожка. Очень тоже все это у них аккуратно сделано для велосипедистов. Вот мы заезжаем в небольшой туннель сейчас. И, пожалуйста, развилка двух дорог через туннель. Перелет Лас-Пальмас-Лондон осуществляла компания Туи. Видите, это немецкая компания. Я вот почему-то думала, что она какая-то чуть ли не азиатская. Но оказалось, что немецкая компания. И самолеты новые, хорошие. Но, к сожалению, вот вечером я улетала, видите, уже 7 часов вечера было. И нас еще и задержали. Больше, чем на 2 часа задержался рейс. Прилетели мы в Гатвик очень поздно. Я там в гостинице ночевала. Непредвиденные расходы оказались у меня. Гостиница в аэропорту. Но, если хотите, расскажу вам. Смешно, в общем-то, довольно-таки. А это вот поезд мягкий, хороший, скоростной. Это типа наших электричек, наверное, так можно сказать. Вот он курсирует из Лондон-Виктория до Портсмасс-Хаббард. Как раз именно в Портсмасс мне и нужно, чтобы добраться до своего острова. Здесь, наверное, полтора часа вот на этом поезде мне ехать. Как только из Гран-Канарии самолет приземлился в Лондоне, то нам сразу объявили, что с тех 25 градусов, в которых мы уехали, здесь нас встретила погода 11 градусов и проливные дожди. В общем, встретила нас типичная английская осенняя погода. Я показываю вам, видите, в октябре месяцы. Очень часто, вот в связи с такими дождями, а потом солнцем вдруг на небе. На небе можно часто-часто встретить радугу. Вот что я, в общем-то, вам и хочу показать. Неплохая погода. Англичане обожают эту именно английскую погоду. Хотя, конечно, к этой погоде нужно привыкать. Ну, а я бы, конечно, предпочла ещё остаться в тёплой погоде, купаться, отдыхать, загорать. Но ладно. И в Англии, в принципе, тоже очень неплохо, друзья. Вот такой подарок, смотрите. Я не знаю здесь, что. Гоэбл. 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 Только что получила. Сейчас посмотрим. Обожаю распаковывать подарки. О, смотрите. Сертификат. Но сертификат, да, это серьёзно. Сертификат, это серьёзно. Мой-мой-мой, смотрите, что здесь. Мой-мой-мой. Мой-мой-мой. Смотрите, что здесь. Вот какая штука. Это, смотрите. Вот такая вот статуэтка. Поцелуй. Густав Климт. Клаймт или Климт. Артист. Орбис. Густав Климт. Диакис. Дёркис. Дёркис. В общем, поцелуй какой-то. Читаю Диа. Тут, наверное, другой язык. Смотрите, как здорово. Ой, как здорово. Мне очень нравится. Вот такой подарок я получила. Смотрите. Сегодня, да. Очень здорово. Да, память. Классный. Теперь же надо, наверное, на место найти, куда поставить эту красоту. Вот, наверное, на полку, на камин. Так, а куда здесь на камин? Наверное, как-то здесь. Надо освободить место. И поставить. Очень красиво. Очень красиво. Вот так. Как вы думаете, друзья? Вам нравится? Мне очень нравится. Замечательно. Да. Поцелуй. Поцелуй. Смотрите еще, что я привезла себе, что я себе купила. Вот такой вот milk frother. Для того, чтобы взбивать молоко. Ну, скорее всего, что я вас здесь никого не удивлю. Вот. Вполне распространенная штучка. Вот она на батарейках. Включаешь. Включаешь. И взбивает молоко. Молоко взбивает очень хорошо. Ну, и получается у вас молоко практически такое, как вы заказываете из кофемашины. Ну, и еще, походу, хочу вам свой новый лайфхак. Показать и рассказать. Все знают, как пользоваться вот такой штукой. В ней обычно заваривают чай листовой, да? Знаете, такой джак или пот у нас здесь называется в Англии. Кладете заварочку, заливаете кипяточком и потом наливаете в чай. Что я хочу сказать. Мой лайфхак. Я использую вот эту штучку для заварки кофе. Да-да, друзья, кофе. Вот такой вот молотый кофе, да? Натуральный. Я кладу пару ложек сюда, заливаю кипятком, несколько минут жду, потом, может быть, даже показать вам, как это все происходит. Еще прибавилась моя коллекция магнитиков на холодильник. Вот, смотрите. Гран-Канария я привезла. Мне вот понравился вот такой. Со стрелками. Города. Название городов и расстояние. Лас-Пальма, Сплайя-Дей, Дел-Инглес, Мо-Кан. Так, здесь дальше у нас Прага, посмотрите, есть. Да. Дальше здесь у нас есть Венеция, Сантьяго де Компостела. Это остров Уайт. Так, а вот Вена у нас. И вот еще у нас Вена. Что еще тут у нас? Таиланд, конечно же. И Вьетнам. Вот. Я, знаете, никогда не собирала до этого. Как-то не сподобилась. А тут подумала, почему бы и нет. Пусть будет. Пусть будет воспоминание о тех местах, в которых я была. В которых я жила. Ну и еще я вам хочу показать вот эту вот пленку, клеенку, да. Помните, я ее клеила. И у меня спрашивали мои зрители постоянные. Покажите, как она будет в эксплуатации. Ну вот, прошло два года. Смотрите. Там, где не пользуешься, она нормальная. Но там, где начинаю я пользоваться, вот видите, уже, конечно, проблемки, проблемки. А больше всего, знаете, почему такие проблемки? Потому что я, конечно, здесь немножко сама виновата. Я горячее ставила на эту клеенку. Она все-таки тонкая для этого. И видите, вот именно там, где я ставила горячее, какие-то кастрюльки на нее, она испортилась. А здесь она смотрится, как и была. Да, друзья, это мое для вас коротенькое видео о том, как я уже вернулась. Я вам немножко рассказала, что меня и как встретила здесь, в Англии. А это у меня остались еще видео из Лас-Пальмас, Гран-Канария. Я еще вам там кое-что недопоказала, недорассказала. Поэтому, конечно же, я буду и то, и то показывать. Но и новостей у меня много также и из Англии для вас. Поэтому, друзья, пожалуйста, те, кто еще не подписан на мой канал, подпишитесь обязательно. Будет нового много на моем канале, как обычно. Ну, и не забудьте поставить лайк те, кому понравилось это видео, и те, кто просто хочет меня этим поддержать. Жду ваши новые комментарии. А на этом с вами прощаюсь на сегодня. Всего вам доброго, всем удачи, всем пока-пока!